по есть вот это да друзья фундаментально здравствуйте уважаемый любитель лет спорта к нашим аэродром подходит гроза только что мы видели молнию вот здесь будем готовиться к посадке но я пытаюсь все-таки заснять эту молнию а гроза достаточно стабильно то есть она уже порядка 20 минут висит на одном и том же месте и только буквально минуты три назад первым первой захвата молния потом такая тройная молния огромный захват ну и как водится хочется заснять и действие действо опасности принципе никакой из таких очагов достаточно много в округе но это оказался самым сильным наверно самым ярко растущим именно поэтому я его сейчас снимаю и дом молнию вы я был бы очень люблю рассматривать ночью выходишь так и бах-бах-бах-бах-бах и сама обидно бывает ждешь ждешь смотришь смотришь думаешь ну вот сейчас бахнет сейчас бахнет потом думаешь не я в другую часть неба посмотрю этот момент только бах и молния вот на секундочку отвлекся и все так же я вот сейчас довольно может быть сменить ракурс если я сейчас лечу в одну сторону а мне потом когда-нибудь нужно будет видеть в другую а молнии все нет но ведь обидно молния кстати должна неплохо работать на рацию должно быть бах и по радио мы должны не услышать но ведь и нету хоть ты тресни как пытаюсь держать в кадре потенциальное место молний выполнить разворот в сторону аэродрома на секундочку отвлекусь вот аэродром к тему с другой стороны тоже гроза подходит так что такое время но солдочка зато светит красота да ну ка пробуем продолжаем снимать не было молнии сейчас смотришь внимательно было черт нету нет не было вот господи что подлость какая друзья ну вот так как я выговорил на развороте проразевали молнию даже огромный слышал эх где тубу мне и почему же нету как же обидно это это по есть вот это да друзья вот это вот волния посмотрите как бабахнула я не знаю я надеюсь что засняла камера стоит на 60 кадров в принципе в такой ситуации молнию обычно заснимает я очень долго за ней охотился вы не приближаемся к этой стене осадка потому что вы видели что молния жахнула вершину горы и мы совсем рядом я не подхожу к склону потому что знаю что сейчас жахнет и нас пошли осадки у нас уже был ролик про грозу после которой мы садимся на аэродром и ловим шквал поэтому я конечно такой мудаческий подвиг повторять не хочу вот он аэродром с другой стороны тоже заходит гроза как видите тут таких гроз табунами мало того в долине формируется облако тоже крайне неприятное но я надеюсь что она там у меня не будет плеваться вот но эту грозу мы об блин жахнул опять эту грозу мы наблюдаем уже минут сколько 15 наверное и она только сейчас усилилась я отхожу о да гром я отхожу сейчас от ее а я мог бы снизиться очень быстро но пытаюсь вам все-таки под заснять еще может бабахнет отхожу подальше от вот этой стены падающего воздуха представляете когда с неба падают вот это кстати градины они образуются на высоте градообразования это там километра 3-4 и они начинают падать вниз и потом тают и превращается вот в эту ленту дождя чтобы вы понимали как почему вот именно такой ливень что такое ливень это растающий град а если гроза сильная то градины начинают парить то есть восходящие потоки которые присутствуют в городе они поднимают градинки маленькие те обрастают благополучно льдом и разворачиваюсь так чтобы не терять эту грозу это прошу раз уже проворонил одну молнию такая была молния жирная вкусная так вот что-то я а про град рассказывал эти градинки начинают парить и образует тот самый огромный град который крушит все вокруг у меня на доме солнечные панели стоят не боюсь града до 25 миллиметров то есть такие приличные градины могут выдержать панельки там стекло стекло двойные и у нас в регионе града здесь нет потому что везде горы и все довольно быстро так сказать все эти облака разрушаются то есть не успевает градины вырасти а вот допустим где-нибудь в равнинной части на секундочку вот там есть аэродром допустим венон и так далее там могут очень сильно вырасти грозовые облака и тогда уже бабахнет не по-детски там уже град бывает крупный но его принципе там виноградные регионы начинают расстреливать из пушек то есть там какая идея вверх грозы закидывают йодистое серебро или там чем в этом роде иногда обычный цемент центры кристаллизации образуется вот на этом цементе о смотри там какая-то как будто вихрь какой-то образовался ты посмотри а все валим друзья давайте я вам грозу буду показывать до фоне себя сам буду валить сторону аэродрома со страшной силой закрыла пусть остается на тройке так вот расстреливают грозы как раз путем что много частичек образуется центр кристаллизации проливается дождь не доводя это дело до так сказать сложных осадков вот это вот облако мне совсем не нравится вот я сапожник без сапог камер куча а снимать нечем так 126 6 пошло включаем все камеры друзья я не знал что такой ролик получится в стиле хоррор как вы любите возьми ручку пожалуйста взял я захожу на посадку не знаю на какую камеру получится лучше мы снимаем и как мы бодренько валим на аэродром смотрим сейчас сложность в чем будет достаточно сильный ветер впереди была тоже молния оцениваем ветер показывает где-то 25 километров в час не очень сильно вы видите вот она зона осадков подходит но она почти к нам не подходит я единственное что боюсь что сейчас может быть шквал и он вот оттуда все вся эта вода которая падает она увлекает огромную массу воздуха соответственно падает вниз и в сторону нашу течет именно поэтому видите колдун показывает сильный западный ветер выпускаю полностью воздушный тормоза полностью закрыл окна лендинг сарла ботин директор даулинг для индусаус проверяю шоссе шоссе в переднем положении выпущена но друзья как и наш любимый этот аля в газ по еще одна молния было видел снимал ты ты снимай крыло его туда не только нос планера вправо снимать право полосу торец ну будь немножко спилбергом я тут можешь сказать захожу на самую ядреную посадку которую могу вот друзья прям шуруем планете аж сил нету выхожу на оси полосы и сейчас готовлюсь западному ветру сильному нос планер остается повернуть чуть влево оцениваю силу ветра да не страшно всего лишь 30 градусов упреждения и сейчас видите лечу немножко боком то есть планера нос повернут направо и мне нужно будет перед землей дать мне его ногу даю левую ногу по оси полосы чуть-чуть рановато дал но не надо ничего страшного оп притер борт и теперь двигаюсь вперед выскакиваю на асфальтик и мчусь к нашему ангару потому что дошквала может быть не так много времени а то увлекаюсь и видите съемкой молнией а на самом деле надо быть на земле люди мешают мне доехать до ангара проверяю тормоза гидравлическая есть объезжаю человека который собирает сено и мчусь к ангару так ты 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 об и до ангаров мы доехали очень удачно все друзья мы пули закатываемся в ангар не шутите с грозой так как летаю здесь я исключительно можно делать когда эти грозы изучаешь долго-долго и знаешь именно особенности местный гроз так не делайте получить молнию фюзеляж это очень страшно не знаю что будет кстати говорят в принципе не так страшно проверять не хочется да попаду до сих сделай кренчик влево легкий посмотрите друзья какая мощная гроза образовалась достаточно больше крена не надо прям просто бомба она довольно стремительно приближается к нашему аэродрому но мне интересно молнии снять ветер нормально он прям под нами я сделаю мой любимый быстрый заход на посадку но интенсивность отсадков конечно поражает воображение бешеная просто и моя ручка сейчас потому что просто ничего не видно за таким шлейфом осадков ветер сейчас на данный момент времени практически стиль нашей зоне но вполне возможно через перед этим облаком будет идти какой-нибудь небольшой наш пальчик я сейчас лечу параллельно очагу осадков и жду когда же бахнет молния но одновременно собственно снижаюсь нету молнии скорость 200 км в час мы летим параллельно вот этой огромной зоне осадков вот это все летит быстро на нас мне надо очень быстро приземлиться она надо очень быстро в ангар закатиться проверяем ветер 245 градусов 6 км в час то есть ветер не сильный пока но конечно стремительно приближается зона осадков до нас где-то три километра поэтому конечно в такой ситуации заход должен быть стремительный быстрый яркий и красивый я на подходе скорость у меня высокая чтобы быстренько подойти к кругу на данный момент сейчас я придется сбросить чтобы выпустить шасси после чего полностью выпущу тормоза интерцепторы так сбрасываю скорость пошло шасти закрылок сразу же в положение лендинг то есть максимальное сопротивление у планера и полностью упускаю воздушные тормоза контролирует ветер нормально до до зоны осадков очень недалеко она безумно интенсивная нам надо будет быстренько спрятаться в ангар чтобы не получить град какой-нибудь вот для чего нужен так называемый аля афганский заход главное все шквал не нарваться поэтому я так спешу но мне был бы неприятен шквал если бы дунуло северным ветром что сейчас может произойти то есть сзади дунуть после огромная стена осадков она как вы понимаете в этом случае огромную массу воздуха содержит опускающегося все я надо аэродромом даже немножечко подтянуть вперед до во время мы сейчас прям кангару и бегом бегом будем сразу же закатываться главное чтобы никакие люди там час этого фестиваля к нам тут не побегали едем 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 никого нету сможем легко свернуть к ангару подворачиваю к ангару главное был бы ангар открыт как я всегда говорю заехали бы вот народ собирается открывальщиками ангара за полеты приезжать но так никто и не приехал посмотрите какой там ужас никогда не делайте так ну что сейчас вот реально перебор был уже дорог скрежь глубоковажаемый любитель летных видов спорта до новых позитивных роликов мы побежали прятать планер